АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ До самых холодов тренировались на открытых площадках. В Ленске легкоатлеты закрывали сезон почти в конце сентября. Закрывали легкоатлетическим кроссом. В нем приняли участие как воспитанники секции, так и любители. В этот солнечный день на стадионе «Алмаз» пробежались ребята всех городских школ и поселков. И не только они. Районный легкоатлетический кросс собрал участников пяти возрастных групп. Мы этими соревнованиями открываем наш сезон 2016-2017 учебного года. Первые соревнования в этом учебном году. Для того, чтобы выявить, во-первых, сильнейших спортсменов нашего района среди школьников. Также в этом году начали соревнования проводиться и среди взрослых. То есть участвуют взрослые, кроме школьников. Потом, значит, популяризация. Это такого вида спорта, как легкая атлетика. В младшей группе зачет шел по трем участникам. В основном это были ребята, очень близкие к беговым видам спорта. Но, к удивлению спортсменов, первой среди девочек стала Марина Кабакова, ранее не занимавшаяся легкой атлетикой. Это не помешало ей обойти соперниц на дистанции 500 метров. Легкой атлетикой я не занимаюсь. Сегодняшний результат мне понравился. И думаю, что в дальнейшем я буду заниматься этим спортом. Позже ребята начали состязаться в более длинных дистанциях. Каждая школа была представлена несколькими участниками. У нас зачет по школам шел у старших групп 2 человека, зачет шли. А у младших групп 3 человека. Ну, вы сами видите, что участников намного больше. Не по 2, по 3 от школы, а по 5, по 6 человек от школы. Это, как минимум, себе собралось. По результату кросса будет сформирована сборная команда, которой в дальнейшем предстоит представлять Ленский район на легкоатлетических соревнованиях. А тем, кто не смог занять призовые места в этот раз, в конце месяца предоставится возможность попробовать свои силы на президентской легкоатлетической эстафете, которая также состоится на стадионе «Алмаз». Прощались с открытыми площадками и футболисты. В Ленске на стадионе «Алмаз» прошел турнир по мини-футболу. Эти игры закрывают летний футбольный сезон и, соответственно, времени носят имя «Золотая осень». За кубок боролись пять команд Ленского района. За напряженными спортивными баталиями наблюдал Дмитрий Вильчевский. Эти почетные трофеи разыграли по олимпийской системе пять команд. Немного, учитывая, что в турнире могли принять участие абсолютно все желающие. В этом турнире участвовали взрослые команды, команды предприятий. Выставлялись традиционно такие команды, как команда «Газпрома» «Пумк», команда «Форвард», которые стали чемпионами по футболу у нас в этом году, по большому футболу. Также молодежка традиционно выставляется у нас, самые молодые спортсмены. Выставилась команда школы номер один. Очень так неожиданно и достаточно сильную команду подобрали они. И, естественно, команда наших ветеранов, которые здесь уже много лет на этом стадионе занимаются и тренируются, и участвуют. Это команда «Алмаз», где в основном участвуют люди пожилого. Не пожилого, а так. Опытные, опытные люди. По итогам четырех игр в финале встретились команды «Форвард» и сборная школы номер один. В борьбе за золото между ними развернулась нешуточная битва, в результате чего два тайма были сыграны в ничью, а командам пришлось разыгрывать пенальти. В результате разыгранной серии ударов вратарь «Форварда» оказался менее удачливым и заветную победу одержала команда школьников. «Очень сложно. Нам дались две игры. Это было против команды «Алмаз». Конечно же, порадовал быстро забитый мяч. И вот в итоге выиграли 1-0. А второй матч еще сложнее был. Играли против молодежной команды «Форвард». Вряд ли это был какой-то замысел. Нужно было просто бороться, бороться и все. Выкладываться на 100%. Даже не на 100%, а на все 200%. Легендарная команда «Форвард» на этот раз оказалась в числе призеров. Организатор соревнований, комитет по физической культуре и спорту, отметил медалями и кубками всех победителей. Турнир «Золотая осень» закрыл очередной спортивный сезон на улице. Теперь любители футбола смогут наслаждаться играми только в закрытых залах. Команда «Саха» и команда «Геолога» впервые в этом году принимают участие в борьбе за кубок спортивного клуба «Алмаз». В удачном 24 сентября состоялось открытие сезона по мини-футболу в спортзалах. В играх приняли участие 8 команд со счетом 4-7. Малый ЦХ удачнинского ГОКа уступили обогатителю фабрики номер 12. А молодая команда «Саха» хоть и показывала неплохие результаты на тренировках, но обыграть опытного горняка все же не смогла. Матч закончился со счетом 3-15. В начале октября состоится полуфинал. Вышедший финал команды поборется за кубок спортивного клуба «Алмаз» 8 октября. Команда «Саха» ходит на тренировках. В понедельник, среда, пятница у нас на 9 часов вечера тренировки для молодежи. Они очень-очень хорошие игры показывают. Так как они не участвуют в соревнованиях, у них нет соревновательного опыта. Вот это и сказывается. Появляются новые игроки, тем более «Рудник» сейчас уже начал работать, объединились с карьером, поэтому добавились игроки, конечно. Но сыгрываемся, ходим на тренировки, занимаемся. Команды достаточно равны, особенно «Фабрика» очень сильный состав хочу выделить. И остальные команды тоже добавили на порядок. Соскучились по зиме. Участники соревнований по лыжероллерам в Ленске не стали доставать лыжи и ждать снега. В городском парке они оспаривали звание самого быстрого лыжника. Для участников соревнований этот спортивный снаряд – вещь довольно привычная. Воспитанники лыжных секций тренируются на лыжероллерах все лето. На этот раз к ним присоединились и любители роликовых коньков. На гонки побывала и наша съемочная группа. В эти выходные городской парк культуры и отдыха стал гоночной трассой для любителей коньков и лыжероллеров. Лыжероллеры – это летние лыжи, то есть лыжи на колесиках, которые тренируются лыжники летом. Это уже давно, это уже многие десятилетия. Они просто менялись, были раньше немножко не такие, как говорится, попроще, попримитивнее. Сейчас они есть как классические, так и коньковые. То есть они полностью заменяют летом лыжи. Состязались спортсмены в трех возрастных группах. Малыши бежали дистанцию в один километр, средняя группа преодолевала три километра. А самые старшие и опытные спортсмены бежали пять. Попробовать свои силы и прокатиться с юными гонщиками вызвался и пенсионер Виталий Иванов. Несмотря на возраст, он находится в прекрасной физической форме, постоянно принимает участие в спортивных состязаниях. Для каждого спортсмена старт давался с интервалом в 10 секунд. Участвовали как опытные лыжники, так и новички. Те, кто еще не овладел лыжероллерами, могли прокатиться на роликовых коньках. В этой категории среди малышей первым стал Никита Хитюк. Я будущий спортсмен. Я занимаюсь лыжами уже почти 4 года. И сегодня я получу свое первое место. В других гонках у меня были другие места. Я думаю, что каждый может победить в этих соревнованиях. Среди девочек младшей группы победила Валентина Васильева. В средней группе лучшими стали Екатерина Искра и Тимофей Коровин. Среди мужчин на первой ступеньке педестала оказался Александр Грудинин. Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями Комитета по физической культуре и спорту. Взялись за оружие. В Айхале определили лучших военно-тактической подготовки. Здесь прошел турнир по игре в страйкбол между командами поселка Айхал и города Удачного. За ходом битвы наблюдал Валерий Усманов. На полигоне пожарной части номер 3 айхальцы наблюдают необычную картину. Всю площадку застелил черный дым, среди которого мелькают вооруженные люди в камуфляже. Это не война и не учение. Здесь впервые встретились две сборные по страйкболу. Айхальская команда Forest People и удачненский Криолит. Любители пострелять из электроприводной пневматики есть в любом российском городе. Теперь в страйкбол можно поиграть и в Айхале. Собираются люди, стреляют из электропневматического оружия друг в друга. Это достаточно больно, но, с другой стороны, весело и приятно. Во многих сейчас спецподразделениях Российской Федерации, ну и в принципе мира, вводят страйкбол для отработки тактических движений, ну и для вообще просто подготовки бойцов. Потому как достаточно реалистично. К игре готовились всем миром. Поселковая администрация и Айхальское отделение культурно-спортивного комплекса Алроса предоставили материалы для строительства полигона. Айхальские страйкболисты собственноручно его сколотили. Гости из Удачного оценили и полигон, и уровень подготовки лесных людей. Говоря о байхальской команде, ну нам до них далеко, скажем так. Потому что, почему? Потому что у них хороший сбитый костяк, как минимум у них униформа вся в цвет. Это уже о чем-то говорит. Ну, пока что нет у них шевронов, но у них будут шевроны, я думаю, они будут позиционировать себя как команду. Сильная команда, ребята энтузиасты, ребята молодцы, ребятам это интересно. Они этим занимаются, они этим увлекаются. Они в теме. Сначала команды продемонстрировали освобождение заложницы. Спасателями выступили удачницы, а террористами – айхальцы. Затем провели короткие бои по 3-5 минут. Как между командами, так и с добровольцами из числа зрителей. Завершился турнир битвой за флаг. Команды уже собираешься, уже начинаешь тренировать тактику. Тактику ведения боя, стратегии, работа по двойкам, тройкам, оборона, атака. Вот так вот и все. И вот к этому меня привело, что это интересно, это мне нравится. Команды дважды встречались в городе удачном и оба раза выигрывали айхальцы. Эта встреча стала третьей и поговорка «Дома стены помогают» полностью оправдала себя. Хозяева получили кубок победителей, а гостям из удачного достались призы от администрации поселка. А в Ленске прошли соревнования среди любителей экстремальной езды на автомобилях и квадроциклах. В турнире по трофи-рейдам и сприн-дисциплинам участвовали спортсмены из Ленского и Мирненского районов. В течение дня они состязались за осенний кубок организаторы соревнований автоклуба «Шерхан». За гонками наблюдала наша съемочная группа. Местом проведения турнира «Шерхан-2016» стал городской пляж и его окрестности. Любителям внедорожников приходилось проверять своих железных коней на прочность не раз. Для некоторых гонщиков даже первые этапы были не по силам. Преодолев дорожку из покрышек и отцепную яму, участники направлялись на трассу. В глухом лесу ждали водные препятствия, крутые повороты и опасные подъемы. В каждой команде по два человека. Там, где водитель не мог справиться своими силами, на помощь приходил штурман с лебедкой. Чтобы отметиться на условном этапе и перейти к следующему испытанию, участники делали фотографии возле определенных табличек. Видно. На равне со взрослыми в гонках принимал участие и совсем юный гонщик. Дима Сафонов вместе с отцом прошел трассу в качестве водителя квадроцикла. Сегодня было очень интересно. Все машины сразу стартовали. Особенно были очень крутые препятствия. Сложно было дотянуться до 22 точки. Я схватился за машину и одновременно за точку. И меня сфотали. Участники выступали в четырех категориях. В категории спорт победу одержали Михаил Ерзиков и Алексей Катаев. В спринт-леди быстрее всех была Анастасия Сегабатулина. Среди квадроциклистов лучшим стал представитель города Мирного Николай Киржаев. А в категории «Стандарт» в этом году победили Сергей Черемискин и Татьяна Милованова. Я сегодня участвовала первый раз в таких гонках. Я понятия не имела, что это такое, почувствовав, получив адреналин. Я поняла, что это, кстати, очень хорошая вещь. По крайней мере, это лучше, чем наша молодежь ходит по барам, скитается и так далее. Ребят, приезжайте сюда, здесь весело, здесь адреналин. Было страшно. Но я была уверена в своем водителе в Черемискине, Сергея. Это действительно настолько очень хороший водитель. Ему можно доверить своей жизни. Как бы рядом находясь с ним, не страшно было. Количество участников гонки порадовало организаторов. Клуб «Шерхан» пополняется новыми. Суть данного клуба – собирать людей, придавать им направление, слабых приподнимать, сильным указывать, что надо быть еще сильнее. То есть это просто клуб, это общество единомышленников. Мы все любим машины, мы любим большую скорость и какое-то препятствие. Ну и будем привлекать людей только с этой же целью. Соревнование длилось до самого вечера. И после награждения осенний турнир подошел к концу. Все участники получили большой заряд эмоций. А у того, кто не вошел в число призеров, есть время подготовить своих железных коней к следующему турниру. Мернинские джиперы тоже подводили итоги автогонок. Открытый чемпионат по трофи-рейдам «Бурый трофи-2016» проходили 10 и 11 сентября в окрестностях Мирного. В битве с бездорожьем участвовали автомобили классов «Прото», «Спорт» и «Стандарт». Всего 16 экипажей. Отдельные задания были для мотоциклистов, а также пеших туристов. Несмотря на все сложности трассы, большинство экипажей добрались до финиша вовремя. Церемония вручения наград проходилась спустя неделю в стенах УТКЦ «Якутск». Соревнование автогонщиков не первый год проходит при поддержке муниципальных властей. Надеемся, что Мирненский район будет развивать данный вид спорта и спортсмены будут активно принимать участие. Поэтому успехов. Надо больше нам проводить таких соревнований. Где-то, может быть, уже на Дальний Восток и Сибирь будем выставлять команду Мирненского района. Надо федерации об этом подумать, чтобы в нам в долгосрочные планы и бюджета вставлять финансовую помощь. В категории пеших туристов наград удостоились Евгения Волкова и Анастасия Ротару. Пока у них нет конкурентов в этих соревнованиях. Отмечены и участники в классе эндуро, куда вошли мотоциклисты и квадроциклисты. В классе машин «Стандарт» призовые места взяли экипажи Романа Дульнева и Олега Бугаенко. В зачетной категории спорт среди подготовленных внедорожников отличились команды Виталия Султанова, Виталия Павлова и Александра Никитина. Им были вручены ценные призы от спонсоров гонок. Ну а в самом престижном классе прото-бронзу завоевал экипаж Александра Новопашина. Второе и первые места разделили Алексей Соктоев и Алексей Лихачев. Победителям вручены ценные подарки и специальный переходящий кубок Федерации автомотоспорта. Он будет храниться на стенде главных наград спортсменов Мирненского района. Около двух с половиной тысяч жителей Ленского и Мирненского районов приняли участие во всероссийской акции «Кросснации». По 200 в Ленске и Вайхале, около 800 в Мирном и почти тысяч в Удачном. В Вайхале, например, в этом году маршрут забега был изменен. Участникам предстояло пробежать по трассе продолжительностью в один километр. В рамках «Кросса» прошли пять видов забега в зависимости от возраста участников. Был еще и массовый забег, в нем принимали участие все, самые маленькие, а также их папы и мамы. В Удачном на беговых дорожках было больше всего школьников. А в Ленске самыми активными участниками стали сотрудники управления магистральных газопроводов и студенты, учащиеся Ленского технологического техникума. Более подробно о спортивном празднике расскажет Дмитрий Вильчевский. Несмотря на пасмурную погоду в этот день, в «Кроссе нации» участвовало достаточное количество человек самого разного возраста. Попробовать свои силы решились многие. Первыми побежали самые молодые. Внимание участники! Пятые и седьмые классы на старт! После школьников бежали 60 учащихся Ленского технологического техникума. Сразу за ними трудовые коллективы. Самой многочисленной оказалась колонна предприятия «Газпром». От него бежал 51 человек. В призовом забеге первым к финишу пришел ее же представитель. Ну, занимаюсь я уже гораздо 13 лет. Мне нравится легкая атлетика. Бегаю, кроссики, до вертолета, ки обратно. Нравится заниматься спортом с самого детства. Занимался легкой атлетикой, баскетболом, волейболом. Всем видом и спортом. Далеко не каждому посчастливилось прийти к финишу первым. Я сегодня участвовал в группе пятой и седьмой класса. Приближал сегодня второй. Чуть-чуть не получилось. В следующий раз буду первым. В таком мероприятии важна не столько победа, сколько само участие. Даже просто перебороть себя и прийти на забег сможет далеко не каждый. Самые крепкие и смелые они пришли. Призовые забеги состоялись. Активное участие приняли школы и Ленский технологический техникум. Из производственных коллективов лучших всех я показал, конечно, Ленское производственное управление магистральных газопроводов. Газпром, как мы называем его. В полном составе их пришло человек 50. Но мы на финише сейчас стоим. А регистрация на старте, потом можно посмотреть сколько. Пришла налоговая инспекция, пришла библиотечная система. Кто-то испугался. Но, кстати, погода как раз на период старта нам способствовала. Ни дождика, ничего нет. То есть спокойненько могли пробежать. Участники забегов, занявшие призовые места, были награждены грамотами и медалями комитета по физической культуре и спорту. А тем, кто хотел принять участие, но по каким-то причинам не смог прийти, придется подождать до весны. До следующего массового забега. На сегодня о спорте все. Увидимся.